Не возражаете с дороги чуть-чуть, а? В каком-то смысле? Согреться душой, да и чуть-чуть. Город Урюпинск. Ты откуда? А какая это область? Волгоградская. Опять это неизвестная Волгоградская область. Надо бы загуглить, хотя вы где-то находитесь. Я из Киева. Загугли, загугли. 350 километров от Волгограда. А Волгоград где? В Волгоградской области. На Волге. Поэтому и назван Волгоград. Прикинь. Не, ну логично. Что-то в этом есть. А далеко от Москвы это? Ну, достаточно. А Киев где находится? Киев? Да. Получается на севере Украины. Обалдеть. А он на реке какой-то стоит? Да. На какой? Нет. Ух ты, а что его в честь реки не назвали? Так, кто же его знает, как оно было там. Сколько? 1400 лет назад. Там же не узнаешь уже. Решили назвать в честь основателя. А как его звали? Киев звали основатель? Киев. Киев? Там же их, по-моему, четверо было. И сестра их Лыбить, по-моему, да? Три. А, три. Ну, четверо все вместе. Вместе с сестрой. Да. И сестра их Лыбить. Угу. А что вдруг в честь одного назвали? Почему не? Ну, вот вопрос хороший. Может, самый старший был. Всем лещей раздавал. По-моему, в честь меня. Ну, по идее, логично было бы в честь сестры назвать, чтобы никому не обидно было. Так, тогда всем троим будет обидно, мне кажется. Не, ну, мужики же перетерпят. Ну, да, там же другие были эти, как бы... Как... Слово. Забыл все слова, представляешь? Ну, бывает. Другие кто? Хлопцы. Не-не-не, другие. Были другие. Ну, короче, традиции, понимаешь? А, ну, понятно, да. Понятно. Ну, за этой момента. Ну, как сейчас там Киев поживает? Что у вас там интересного? Из интересного российские танки на Крещатике. Уже все, приехали? Ну, да. Но есть нюанс. Какой? Они все разбитые. А кто это? Чья это была грандиозная идея? Металлолом приволоченный Крещатик. На главную площадь страны? Крещатик это не площадь, это улицы. Ну, площадь там, где Майдан Незалежности рядом, где гостиница Украина стоит там. Да, да, да. Ну, типа, Крещатик это Крещатик, а Майдан это чуть дальше. А, так вы по всему Крещатику от Майдана и до бесконечности поставили... Да, да, да. А зачем? Ну, они же хотели попать в Киеве. Попали, получается. Показать всем мощь российской армии. Прикольно. Слушай, я такой фокус, знаешь, где видел? А в Азербайджане, по-моему, они в Баку провели этот, как его, парад техники разбитой, армянской техники. Да, они ее на прицепах, ну, на грузовиках прокатили по Баку. Ну, в честь победы своей, да. Но там другое было, там у них победа была. Так и у нас будет когда. Ну, а вы просто взяли и металлолом разгрузили. То есть, а не повредили улицу? Ну, понимаете, в чем разница? Не, улицу не повредили. Разница в том, что, в принципе, Армения, Азербайджан, они одинаковые по территориям. Ну, плюс-минус, да? Ну, как, они не одинаковые. Азербайджан побольше будет. В 25 раз? Ну, не, не, не так много. Слушай, таких стран больше нет. Ну, ну вот. А Россия в 25 раз больше, чем Украина. Всего в 25 раз? Ну, вроде как, да. А, ну, хорошо. Ну, типа, она же не такая большая, как кажется на глобусе. Да, вообще, там всего 11-часовых поясов. Да, да, да. Такое дело. Ну, ну, вот, судь не в этом. Суть в том, что маленькая Украина вообще смогла, смогла уничтожить вот это количество техники. Что вообще удивительно, понимаешь? Угу. А много там привезли? Очень много. Ух ты. Слушай, а интересно, у вас там металлолом собирают сейчас? Ну, конечно. Ну, то есть кто-то будет делать на этом бизнес? Не-не-не, антитанки все уедут обратно на рембазы. Понял, их ремонтируют и обратно будет. А, то есть их можно еще и отремонтировать? Да, 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 да. Там, вот, в Чернигевской области танки, которые повничтожали. Там, ну, а часто от них башня только остается, ну, и остров. Потому что взрывается боезапас в танке. Боекомплект называется, боекомплект. Извини, боекомплект. Нет, ничего. Вот, и башня улетает. Да. В большинстве случаев она, в принципе, еще целая остается. Угу. И вот, вот эти башни, получается, поставили возле границы с Белоруссией. Ну, в Чернигевской области. И каким-то образом починили их так, что они еще и могут стрелять. Обалдеть, слушай. Ну, у вас вообще кулибины. Я вот смотрел, у вас до этого был премьер-министр когда-то. Он забор, я помню, строил. Вот, на границе. Помнишь, да? Да, да, да. И ров с крокодилами. Да, и как? Ну, что-то, видимо, руки не дошли, к сожалению. Обманули опять. Ну, получается, да. А почему вас все время обманывают? Ну, какая-то доля такая у нас, понимаешь. Все Россия обманула, все свои тогда обманывали. Все обманывают нас. А сейчас не обманут уже? Россия вряд ли. Не, не Россия, кто-нибудь другой. Ну, может и обманут, но что поделать? Теперь всем не доверять или что? Так же тоже нельзя. Ну, как-то, может, самим начать чего-то делать. Как? И каким образом самим начать? Если, блядь, Россия на нас напала? Как мы сами сможем что-то сделать? Ну, как вот. Германия, я помню, на Советский Союз напала. Советский Союз эвакуировал все заводы туда, за Урал. Людей эвакуировал в Среднюю Азию, там, ну, в семьи. И восстанавливал производство, продукцию. Какая-то Украина по размерам такая же, как с СССР? Не, ну, восстанавливаю. У вас ВПК работает вообще? Ну, я не уверен, мне кажется, нет. А как вы это вообще? Мы же перешли полностью на боеприпасы на АТО. Ну, и там, что там делают еще, может, в Словакии какой-нибудь. А какой праздник у вас вчера был? День независимости. А то, что вы сейчас пользуетесь всем этим чужим оружием, боеприпасами, это вас ставит в какую-то зависимость от тех, кто вам это поставляет? Мне кажется, нет. То есть, если они завтра перестанут... То есть, если завтра они перестанут поставлять, то у вас все нормально? Нет, конечно. Так это же независимость. А что это? Это помощь, получается. Ну, если вот у вас дети есть, например, у вас? Нет. А домашние животные? Нет. Не знаю даже, как пример привести. Ну, вот если вы, например, сын в семье, да, и папа, вот, мама на стол каждое утро кладет вам завтрак. Вы зависите от ее завтрака? Ну, наверное, да. Можно так сказать. Вот если она одно утро не положила завтрак, у вас завтрака нету, правильно? Вы голодные остались. Ну, я же могу и сам что-то сделать. Или если я вообще маленький, типа? Не-не-не, сам можете, конечно, сделать. Завтрак это одно, а вот построить новое вооружение можно вот? Я это привел как пример, что в зависимость. То есть, вы зависимы сейчас от стран, которые вам поставляют? Если с такой точки зрения смотреть, то да, получается зависимость. То есть, вы искали независимость и стали зависимы? Так, это ж разные понятия. Мы зависимы от оружия, которое нам поставляют. Но независимы в целом в суверенитете. Ну, ваш суверенитет зависит от оружия, которое вам поставляют. Потому что, если перестанут поставлять оружие, ваша независимость... Ну, получается, значит, что? От оружия зависит наша независимость, правильно? То есть, вы зависите либо от одних... Зависимость от оружия влияет на независимость. Вот так вот я даже... Ну, то есть вы зависите либо от одних, либо от других. Ну, пока, да, приходите. Но вы всегда в зависимости, по идее. Ну, почему всегда? До этого, блядь, все нормально было. Ну, как до этого было нормально? От кого в зависимости вы были? Ну, пока разграбляли, вон там, то, что у вас было, да, вы вроде как бы какое-то время были независимы. А потом ваш вот предыдущий президент, я помню, он там на каждый миллиард молился. Крестился, крестился, да. Что это значит? Ну, он говорил там, вот, скоро нам дадут миллиард там кредитов. И там, радовался каждому миллиарду кредитов. Предыдущий президент. То есть у меня складывается впечатление, что у вас зависимость была. Плюс он говорит, нам Международный валютный фонд поставил такие условия. Так, 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 там 148, по-моему, условий. Надо все выполнить. То есть это значит, вы зависите от этого? От чего? От кредитов? Ну, то, что вам ставят условия, которые вы должны выполнить. Значит, вы в какой-то зависимости находитесь от кого-то. Ну, типа, если мы хотим получить кредит, придется выполнять условия. Правильно? А если вы хотите получить кредит, он вам, значит, очень нужен. Значит, получается, нужен, да. Значит, вы зависимы. От чего? От денег? От денег, да. Ну, хорошо, да, допустим. Это значит, ставит вас зависимость от той финансовой организации, которая вам дает деньги. Ну, получается, да. То есть, а где независимость? Так, это же партнерские отношения. Не, не, партнерские. Галантерейщики, кардиналы, они не партнеры. То есть, если в одном городе я единственный, кто продает питьевую воду, вы от меня зависите? Конечно. Вы не можете переехать в другой город, вы не можете пробурить скважину. Не, не, вы можете переехать в другой город. Вы не можете очищать свою воду. Не, вы можете переехать в другой город. Вы даже можете пробурить скважину, если та компания, от которой вы зависите на данный момент, не внесла какой-нибудь законопроект, что никакие скважины больше бурить нельзя, потому что вы можете попортить какую-нибудь природную там эту, ландшафт. Тогда, да, вы полностью зависите. Если хотите жить в этом городе, вы полностью зависите от этой компании. Для чего условия какие-то добавляются, я не понимаю. В смысле? Ну, независимость, имеется в виду, что есть территория Украины, которая принадлежит украинскому народу. Так. А не России, или там, а не Польша, или Австралия, или еще и кому-то чему-то. Независимость, это значит, существовать самой по себе, не завися ни от кого. То есть вы можете... А есть какие страны в мире? Ну, в принципе, да. Китай, например? Ну, возьмем даже европейские страны. Швейцария, Германия, они более-менее ни от кого не зависят. Зависят от полупроводников, от нефти, от газа. Так что, она тоже независимость? Она такая зависимость. Знаете, это уже торговые отношения, это независимость. Так это то же самое. Они нет, там торговые отношения, независимость. Вы, если берете в банки ипотеку, у вас не партнерские отношения с банком, вы зависите от банка, пока вы выплачиваете ипотеку. Вы зависите от этого банка. Вы можете либо, чтобы от него не зависеть. Знаете, когда вы от него не зависите? Когда у вас есть банковский счет, и вы банку ничего не должны. Вы просто вкладываете деньги, они у вас лежат там на депозитарном каком-нибудь счете. Да, вы не зависите. Это партнерские отношения. Банк зарабатывает на вас, при этом хранит ваши деньги. И вы какую-то там копейку свою зарабатываете за то, что храните там деньги. Это да, это партнерские отношения. А если вы берете в банке в долг, вы попадаете в зависимость от этого банка. Да, но банк все так же зарабатывает на мне. Правильно, конечно. Но вы зависите от него. Он же не заставляет меня брать кредит, чтобы зарабатывать на мне, правильно? Это мое решение, правильно? Правильно. Я пришел в банк, взять... Но делая это решение, вы ставите себя в зависимость. Я получаю какую-то выгоду от этого. Конечно, конечно. Это и есть партнерские отношения. Вы получаете... Ваша выгода единственная в том, что вы живете в доме, за который вы выплачивать будете там 10-20 лет, как бы там ни было. То есть банк выкупает для вас этот дом, а вы платите банку с процентами за то, что он для вас выкупил. То есть ваша выгода в том, что вы живете в этом доме. Вы не копите дом, в который въедете, а вы живете уже в нем. А вообще вы в зависимости от банка. Вы арендуете дом у банка. Но при этом есть выгода для меня. Что? Есть выгода для меня при этом. Маленькая выгода и то такая, эфемерная выгода. Почему маленькая, если есть где жить? Почему маленькая выгода? Ну, потому что... Почему? Потому что вы попадаете в зависимость от банка. Я вам уже привел пример. Но при этом не есть где жить. А если бы не попал под зависимость банка, тогда жив бы на уме. Вы могли бы спокойно снимать квартиру и жить с него в съемной квартире, выплачивать наличными, и все нормально было. А зачем? Это то же самое, что и взять ипотеку. Где? Только в итоге это окажется вашей квартирой? Когда вы берете ипотеку, вы выплачиваете долгое время, вы попадаете в кавулу и выплачиваете ипотеку. Вы попадаете в зависимость от банка. Ну, вы же прекрасно это понимаете. Но это же не так называется. Какая зависимость от банка? Прямая. Ну, почему? Потому что если вы перестанете платить несколько месяцев, банк просто изымет вашу собственность. А если не перестанет? А если не перестанет, значит не изымет. значит вы обязаны выплачивать значит вы в кабале ну потому что потому что у вас ответственность выплачивать постоянно каждый месяц без опозданий я весь мир в кабале получается нет ничего независимого нет получается ну если с такой точки зрения смотреть ну так другие то не кичатся своей независимостью а вы как-то кичите с тем эфемерным чего у вас нет у вас был день независимости россии нет такого праздника нету такого называется день россии правильно ну алкаш президент придумал так ну алкаш алкаш по пьяни назвал так ну что поделаешь потому что у них на самом деле независимость и у нас нет соединенные штаты действительно объявили независимость от англии когда ты это было колония англии потом обратно объявили независимость образовалась первые 13 колоний до это был действительно день независимости 4 июля 1776 года да это здесь на день независимости чтобы быть независимым надо перед этим быть от кого-то зависим в каком ну все были республики зависимы от ссср потому что они все являлись частью ссср а вы как считаете в ссср вы были равноправной республикой или вас оккупировали ну тут такой скользкий вопрос на самом деле мне кажется больше оккупировались серьезно почему так считать ну потому что забрали часть кубани которая пригодна для сельского хозяйства и отдали крым который не пригоден ни для чего вообще западные областя которые вам вернули не считается от чего вернули где они были до этого ну как но и жили кое-что 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 забрали у польши кое-что у чехословакии кое-что у венгрии кое-что у румынии так это все воинер входил ну входило ну а потом потом их отжали те страны а потом пришел советский союз и вам вернулся бедолага не понравилось ну и и и и и и и и и